Добрый день, у микрофона Ольга Болезина, и у нас сегодня в гостях представители Вятского Государственного Агротехнологического Университета, все мужчины, мы выходим накануне 23 февраля. Проректор по науке доктор технических наук Рустам Курбанов. Добрый день. Проректор по административно-технической работе и цифровизации, кандидат технических наук, доцент Антон Анфилатов. Декан инженерного факультета, кандидат технических наук, доцент Павел Валикжанин. Добрый день. И декан агрономического факультета, кандидат сельскохозяйственных наук и доцент Алексей Тюлькин. Добрый день. Всем здравствуйте. Я когда собиралась, думала, с чего начинать нашу беседу, задалась вопросом, мужское дело в 2022 году вообще существует такое словосочетание у нас, борьба за гендерное равноправие и все прочее. Вот как вы считаете вопрос всем? Ну давайте я, наверное, что мужское дело навсегда было и будет, я думаю, и в 2022 году. Традиционно у нас в стране мужчины защищали родину, ну и в своих семьях, наверное, ведущие роль оказывают. Ну и в нашем университете мужчины достаточно большое количество среди профессорско-преподавательского состава. Мы вот тут представители инженерного факультета трое, у нас весь факультет почти целиком мужской. А всегда так было? Ну традиционно, да, инженерный факультет, ну сколько, 95% наверное, да, мужчины, несколько женщин у нас на кафедрах есть, преподаватели математики, физики, традиционные университетские выпускники. То есть можно сказать, что тенденция того, что вот женщины просачиваются во все сферы, вот вас как-то обошла? Да нет, традиционно, наверное, всегда есть. Женщины были, мы же не отрицаем, какое-то время побольше было, какое-то время поменьше. Все-таки контингент обучающихся на инженерном факультете мужской. И дисциплины, и практические, и лабораторные занятия, наверное, связаны вот как раз с производственным процессом, где требуются мужские руки. Ну и, соответственно, с мужчинами, как подобаются, наверное, мужчины будут в первую очередь обучать и передавать свой опыт. Ну, без женщин, конечно, не обойдется. И воспитатели, и специфические дисциплины, иностранные языки, математика, физика, вот на сопротивление материалов у нас есть, по-моему, да, старшие преподаватели, женщины. Так оно у нас постоянно вот двигается, если инженерный факультет взять, а если в целом университет, другие факультеты обучающиеся преобладают, девушки, да, соответственно, и преподаватели. Традиционно достаточно много преподавателей, женщин. Коллеги, что скажут? Антон Анфилатов, да, двигаемся по часовой стрелке. Ну, если вспомнить свой курс, то на нашем курсе училась, обучалась одна девушка. Вот, на самом деле, процент обучения женского пола минимален на инженерном факультете, но есть, обучаются девушки, идут на эти специальности. В поисках женихов, наверное? В поисках, ну, может быть, но я думаю, что нет, они идут все-таки за образованием. Что сказать о себе? Инженерная специальность, я считаю, что очень значима в своей жизни, вот, и вообще в целом. Я вот когда читаю, что вы доцент кафедры тепловых двигателей, автомобилей и тракторов, я понимаю, что, наверное, да, это остается только мужским. Здесь два доцента, типа, кафедры тепловых двигателей. Да, да, да. То есть название такое, что вот меня и, наверное, большинство девушек, оно там, ну, как минимум, не привлечет, не знаю, может быть, испугает. Конечно же, это в основном идут мужская специальность. Вы бы хотели, чтобы было больше студенток? Или им действительно, может быть, это тяжело, неинтересно? Здесь, наверное, не сказать, что хотели или нет. На экономическом факультете, на агрономическом факультете, конечно же, они присутствуют, но на инженерном факультете здесь еще раз говорю, что если девушку заинтересуют, она пойдет. Так, Павел Валикжанин, декан инженерного факультета, что вы скажете нам? Наш факультет на 95% он все-таки мужской факультет и все-таки инженерная специальность, она больше мужская специальность. Но нельзя говорить о том, что девушки не проявляют интереса к нашему факультету. Даже в сфере транспорта мы знаем, что у нас широко развита логистика, а логисты и диспетчеры – это в основном девушки. И как раз одно из направлений подготовки, на котором у нас девушки обучаются как раз вот этому ремеслу, если можно это так сказать. Поэтому, ну, здесь все зависит от интереса. Все-таки девушки, которые идут на инженерный факультет, это девушки с сильным характером, умеющие, как говорится, кулаком стукнуть по столу, да, и поставить мужчин на место, ведь на самом деле это не каждому мужчине это удается. Так, и коротко Алексея Тюлькина. У нас альтернативный сейчас будет представитель. Да, я единственный присутствующий агроном, наш факультет агрономический. По традиции у нас студентов 50 на 50. Когда я учился, у нас было как раз 50 мальчиков процентов, 50 процентов девочек. Сейчас на агрофаке 176 молодых людей, где-то около 200 красивых девушек. Я считаю, что наш факультет – это самые красивые девушки и самые завидные невесты для инженерного факультета. Как показывает практика, нас это объединяет. Мы не то что гордимся, но мы рады, что наши дружественные два факультета, агрономический и инженерный. Безусловно, наши молодые люди, которые работают на нашем факультете, они сильны духом. Не случайно говорят, что даже повары, самые лучшие – это мужчины. Некоторые считают, что выращивание растений – это приоритет девушек. Я не соглашусь с этим, потому что в защите растений, допустим, в удобрениях больше всего понимают молодые люди, мужчины. Повторю еще раз, повары, самые лучшие – это тоже мужчины. По поводу, наверное, невест, я тут в клинике, наверное, у меня со супруга закончила агрономический факультет, ученый-агроном. Какое-то время работала на кафедре селекции семеноводства Дудина Геннадия Петровича. Теперь тоже дома уже занимается разведением и селекцией сельскохозяйственной культуры. Она же самая лучшая жена. Поэтому если здесь доля правды, что сказал Алексей Владимирович, я поддержу. Я еще, когда готовилась, думала, вот ассоциации мужчин в образовании. Первое, что приходит в голову – это усатый нянь. У нас такой один. Какой-нибудь учитель физкультуры. Но я нисколько не удивлена, что у нас мужской состав пришел из сферы высшего образования. То есть кажется, что в среднем звене это какой-то исключительный случай. А вот когда переходит уже в более высшую степень образования, научная деятельность, тут, наверное, меньше стоит удивляться, что мужчины выбирают вот это направление для своей карьеры. Нет, если вот с научной точки зрения или посмотреть, аспирантура, кандидаты, доктора наук и преподаватели, которые у нас в университете работают, это не так. То есть независимо от уровня, здесь и женщин достаточно много, и мужчин. Все-таки специфика вот инженерного факультета, мы про инженерный говорим, да, забыли, конечно, про факультет ветеринарной медицины. А там что? Биологический факультет, у нас экономический факультет. У нас много факультетов. У нас на каждом есть мужчины. Да, женское направление, ветеринарная медицина тоже как бы уже вот сравнение можно сделать с медициной, да. Вед врачей очень много женщин, хотя там тоже есть мужчины, доктора наук, профессора, наши уважаемые коллеги, которые себя проявляют в науку, идут и женщины, и мужчины, и достигают своих успехов все почти одинаково. Тут уже от желания зависит. Получается, что со временем, ну, можно сказать, ничего не меняется, то есть вот вы мне сейчас не обозначили практически никаких новых тенденций в распределении гендерном в плане там что студентов, что преподавателей, вот слышу только по направлениям, по профессиям, но это вечное, видимо, да, всегда было инженерное и все остальное. То есть, получается, ничего не происходит, в принципе, феминизм не побеждает, мужчины остаются мужчинами, вот все так? Мы же должны с вами понимать, что есть чисто мужские специальности, да, там у нас даже в трудовом законодательстве есть специальности, которые женщинам не разрешено работать. Ну, здесь примерно то же самое, то есть более тяжелые работы, да, инженерные, более тяжелые, связанные с техникой, да, понятно, что девушкам это менее интересно. Что касается ветеринарной медицины, агрономии, да, туда девушки больше идут, потому что работа такая, она более творческая, можно так сказать, да, нужно больше усидчивости, больше внимательности, да, может быть, это девушкам более свойственно, и поэтому они выбирают именно эти специальности. Но еще раз повторюсь, что инженерные, они больше связаны такие с тяжелым трудом. И прямо физически. Изначально, да, ну, изначально, когда мы вступаем в профессию, все равно мы же не начинаем сразу с того, что садимся в кабинете в директорском кресле и начинаем работать. Нормальный директор, насколько я, вот, по моему мнению, это человек, который прошел с того, что начинал крутить гайки простым слесарем, переходил по ступенькам, вышел и дошел до своего положения, до своего кресла, да, условно говоря, вот так вот. Понятно, что человек, имеющий определенный характер, чтобы, ну, мог поставить себя перед самим собой, а во-вторых, уже, конечно, перед коллективом. Ну, вот женщины теперь становятся президентами, ректорами, то есть ситуация-то вроде меняется. Ну, ситуация меняется, видите, мы говорим о руководящих постах, да, но все равно еще раз повторюсь, что направление... Скорее всего, мы девушку не скоро в руководителях встретим, потому что надо... Ну, я не знаю, Лавскеровская область, мне кажется, нету... Есть, есть, есть руководители, есть, да, есть жерновский хозяйство, да, да, да. Руководители женщины есть. Ваши выпускники? Да, наши выпускники. Если посмотреть в разрезе обучающихся нашего университета, точно можно сделать, что там большинство девушки, соответственно, они и по своей профессии работают, и достигают больших успехов. Есть руководители и в министерстве у нас сельского хозяйства продовольствия, есть в других отраслях. С точки зрения гендерного, наверное, у нас все равно, наверное, традиции еще крепкие у нас в стране, да, и, наверное, в Кировской области. Такого перелома в сторону вклинивания женщин, закономерно и в больших количествах, наверное, пока... Ну, вот я честно затриняюсь, но они были, будут, ну, и, соответственно, в какую сторону демографическая ситуация, может быть, выпускники школ сколько будут, когда приходят в образовательные учреждения, потому что первично является образование, потом уже производственные дела, ну, и каждый добивается что в производстве, что в науке, что в педагогике, что в руководстве. Никто же никого не ограничивает, хотя и отмечаем, что инженерные специальности, они сугубо мужские, тяжелые. Техника большая, сложная, операторы все, мужчины, с ними тоже уметь надо разговаривать. Добавлю, может быть, конечно, я не был неправ, но вот раньше все-таки семья у женщины стояла на первом месте. То есть это рождение детей, ухаживание за детьми и так далее, и так далее. Сейчас мы видим, что все-таки женщина это больше уже человек, который старается построить свою карьеру и после этого уже уходить в семью, да, то есть поэтому у нас появляется очень много в последнее время. Руководителей женщин, которые занимают руководящие посты и так далее. Ну, вот немножко, может, в этом ключе, немножко вот меняется у нас процентное соотношение руководителей, руководящего состава. Еще раз повторюсь, это чисто мое мнение. Услышала такую фразу, что профессии тяжелые, поэтому это больше для мужчин. А вот что вы скажете про современных студентов? Принято считать, что вот эти новые поколения, что девочки, что юноши боятся трудностей. Подтвердите такое или тоже будем развеивать, как были, так и есть кто-то сильнее, кто-то менее отважен? Я думаю, это было всегда, когда кто-то не соглашался куда-то пойти, кого-то это не привлекало. Все же мы разные люди. Сейчас у нас наша молодежь, наши студенты, они больше погрузились в цифровизацию. У всех есть гаджеты, у всех есть сотовые телефоны, они все разносторонние. Зря мы говорим о том, что наше каждое поколение все хуже и хуже. Есть такое мнение, что каждое поколение другое, оно лучшее предыдущее, потому что, допустим, я сравниваю себя с своими детьми. У меня ребенок в 3-4 года осваивал сотовый телефон быстрее, чем я, хотя папа вроде бы и с высшим образованием со степенью. Это поколение следующее, оно намного опережает нас. Все мы разные, так же, как мужчина и женщина тоже разные. И нам, женщины, никогда не понять мужчину. А есть ли сложности с мотивацией студентов на учебу, на научную деятельность? Сейчас больше, чем раньше, например? Или, может быть, наоборот? Сейчас возможность у молодежи больше. И поэтому, чтобы их куда-то заинтересовать, нужно приложить такое, ноу-хау, допустим, да, такой интерес, чтобы его реально заинтересовать. Потому что мы видим, то, что нас привлекало раньше, по крайней мере, меня, да, это уровень, сейчас, не знаю, школьная программа, наверное. Потому что школьная программа сейчас, сами нас, знаете, слышали, они намного усложнились. Поэтому сейчас, чтобы молодого человека или молодую девушку привлечь к науке, нужно что-то ему показать. Очень продвинутые. Технологии должны быть продвинутые, не опережают время. Каждое молодое новое поколение, оно особенно по-своему, сравнивая со своим, конечно, хочется доказать, что наше лучшее. Это, наверное, не очень правильно, потому что, как и говорил Алексей Владимирович, каждое поколение, оно по-своему интересно и доказывает свою правоту. Современное производство и современный процесс образования, опять же, в разрезе цифровизации, если посмотрим, грани вот немножко стираются в производство, обучение. Раньше, если мы работали, грубо, если сказать, лопатами и вилами, да, теперь уже такого нет, что и в образовательном процессе информационной технологии, цифровой технологии, что и в производстве. В основном сейчас все технические средства, рабочие машины, источники энергии, они все сейчас управляются бортовым компьютером, что в школе занимаются за компьютером, что в высшем учебном заведении занимаются за компьютером. Ну и, соответственно, выходят вот в нашей области инженерные, конечно, почти все технические средства уже с бортовыми компьютерами, точно так же, как за компьютером сидишь. Если посмотреть животноводческие комплексы, вот эти, да, доильные роботы, многие сельскохозяйственные предприятия уже имеют, фермы управляют, скажем, один оператор за компьютером, и два человека просто находятся внутри фермы, обслуживанием занимаются. То есть, вроде, интереснее становится учиться, работать. С этой точки зрения, наверное, разница такая, наверное, в будущем между женщиной и мужчиной, может быть, немножко нивелируется. А что по поводу мотивации вы можете рассказать? Может быть, какие-то лайфхаки у вас есть? Как понять современных студентов и студенток, предложить им что-то, от чего загорятся глаза, и они будут с вами и после окончания учебы? Если в разрезе отдела управления наукой, для того, чтобы привлечь, очень много интенсивов есть на уровне университета, на уровне отраслей и всей страны. НТИ-2, Фуднет, например, нашей команды работают студенческие. Первый раз у нас была только одна команда, попала в финал, теперь участники этой команды являются наставниками. Каждая команда, их команд уже стало больше. А интенсив — это вот что такое? Специальная платформа на уровне Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства на базе Тимирязевки сейчас. Есть такие интенсивы, когда команды собираются, дается задание. То есть, они какую-то научную задачу решают, и плюс какой-то соревновательный элемент тоже есть. И соревнования между собой общаются, проектные офисы появились, как преподавательские, так и студенческие. Как раз в этих проектных офисах предварительно уже внутри вузовские отрабатываются. Есть чаты в разных соцсетях, общаются, наверное, я думаю, будущие абитуриенты, школьники уже в этих некоторых соцсетях смотрят. Тоже ВКСы проводятся. Это один из таких моментов привлечения как школьников, потому что у нас уже есть свои классы, да, школьные классы. Их порядка, наверное, 20 у нас уже вот университетских. Мы считаем перед ними видео лекции, проводим различные мероприятия, например, конкурсы по сельскохозяйственным профессиям. У нас есть такой ежегодный областной конкурс. Победители этих конкурсов участвуют российских. Научные лаборатории у нас как раз берут шефство вот над этими школьниками, когда готовятся на какие-то конкурсы, мы им помогаем. Когда мы говорим о заинтересованности, вот эта заинтересованность не ограничивается учебным процессом. У нас в университете работают много кружков. Танцуют, поют, занимаются спортом и так далее. Театральные кружки. Театральные, да, кружки. Ребята должны чувствовать поддержку не только во время учебного процесса, но и после того, как они закончили занятия. Как говорит у нас Елена Сергеевна, дети должны находиться с 8 утра до 8 вечера. У нас на факультете недавно мы создали проектно-конструкторское бюро совместно с нашим заводом «Маяк». То есть сейчас ребята делают совместный проект вместе с заводом. Создаем инжиниринговый центр. И все мы сейчас говорим про цифровизацию. Именно в рамках цифровизации хотим, чтобы ребята как-то вовлекались во все вот эти инженерные науки. Системы образования как складываются? Они заканчивают бакалавриат, после чего они уходят, у кого есть желание, в магистратуру. И после чего они уходят в аспирантуру. А те уже студенты, которые отучились в аспирантуре, это будущие наши работники, специалисты, которые дальше будут новым абитуриентам, новым студентам уже свои знания передавать. Если мы сейчас их детей не заинтересуем, то у нас просто этот процесс прекратится. Ну вот да, если смотреть на ВУЗ не как на место, где я получаю корки, а как на некое сообщество. То есть я учусь с теми, кто дальше тоже будет занимать какие-то должности. Это будут мои единомышленники. Здесь будет моя и творческая часть реализована. То это более, наверное, привлекательное место, чем то, куда ты идешь за корочками ради мамы. Потому что, наверное, многие люди молодые сейчас считают, что можно реализоваться и без диплома в высшем образовании. Айтишники, вот они, да, то, что говорит Алексей Владимирович, ребенок уже трех-четырехлетний, готов управлять, наверное, автомобилем или трактором беспилотным, да, с этой точки зрения. Вот у меня тоже старший внук вроде сначала игры играл, я все против был этого. Теперь вроде говорит, давай, дед, вроде мне, где есть кружочек по программированию. Пятый класс, таким образом уже они размышляют. И, соответственно, наверное, документы о высшем образовании, они, наверное, с точки зрения организатора-управленца, может быть, понадобятся потом. А вот на современном этапе, если специалист хорошо самостоятельно подготовился, не обязательно наличи пока на первое время диплома, а потом начнет достигать высоты управленческие, сам решит, что есть необходимость изучить экономику, организацию, управление, различные методы менеджмента и так далее. Поэтому можно это и отложить, не обязательно по завершению учебы идти, сразу высшее образование получать. Ну, с другой стороны, надо тоже понимать, что учиться надо с молодым. Само собой. Потом, как говорится, когда тебе уже 40 и 50, учиться намного тяжелее. Ну и под конец беседы пожелания молодым людям и всем мужчинам на 23 февраля. Мы начинали, что защитники отечества и так далее. Я сам после завершения факультета механизации КСХ, я теперь уже инженерный факультет нашего университета, в совхозе Дубровский отработал механиком, потом еще служил в армии Германии, группа советских войск. После этого только попал сюда обратно, родной вуз и на инженерный факультет. Несмотря на то, что они имеют какие-то отсрочки, по завершению учебы они должны отслужить свое. Пусть один год будет, да. Теперь еще есть очень интересный такой момент, я как проректор по науке хочу отметить. Есть научные роты, их, по-моему, уже 8 лет 12, и один наш выпускник у нас от инженерного факультета попал в научную роту. Отборы идут, научные роты. А это они где, чем потом занимаются? Это специальные научные роты по направлениям военных специальностей. Есть они роты, в основном они дистанцированы, я думаю, военные тайны не открою, в районе Сочи. Каждый род войск имеет свой научный рот. Они как раз вот разрабатывают те программные продукты и автоматизацию управления соответствующими техническими средствами защиты страны. Я бы, конечно, как вот, наверное, человек, который отслужил, отработал, пожелал бы не только выпускникам инженерного факультета, но и всем выпускникам нашего университета, молодым ребятам не стесняться, не бояться армейской службы. Можно отслужить, тоже посмотреть, это очень большой такой, говорят, жизненный опыт, да, крепкого здоровья. Если есть здоровье, можно и работать, и служить всем нашим выпускникам нашего университета, юношам и, конечно, девушкам, чтобы девушке они тоже сейчас служат, тем более в этих научных ротах их очень много, я вот прослеживаю эти роты, смотрю. Хотелось бы поздравить всех мужчин, всех мальчиков, молодых людей, потому что все мальчики потом вырастают и становятся защитниками, и защищают не только нашу родину, защищают свою семью, защищают своих родных, близких. Поэтому хотелось бы поздравить с этим праздником, пожелать крепкого здоровья в наше непростое и сложное время, счастья, благополучия всем семьям, ну и, как говорится, чтобы сбывали все мечты. Главное, чтобы эти мечты были. Были. Ну, я думаю, что у каждого есть мечта, но хорошо бы, чтобы у каждого эта мечта сбылась все-таки. Антон. Я не служил, так как защитил в свое время кандидатскую, и не удалось мне сходить в армию, но в любом случае я считаю, что я являюсь защитником Отечества и готов защитить родину, поэтому всех вот хотелось бы еще раз поздравить с праздником, здоровья, счастья и успехов. Алексей Тюлькин. Я думаю, что сказали уже многие, и сказали много, ну что добавить, я тоже присоединяюсь к празднику, и самое главное пожелание, чтобы не было войны. Все мы готовы, мы готовы на все, всегда, но я думаю, война нам сейчас не нужна, она никому не нужна. На этом закончим. У нас сегодня в гостях были представители Вятского государственного агротехнологического университета, проректор по науке доктор технических наук Рустан Курбанов, проректор по административно-технической работе и цифровизации Антон Анфилатов, декан инженерного факультета Павел Валикжанин и декан агрономического факультета Алексей Тюлькин. Спасибо вам за разговор.